Катим И я буду отвечать на ваш вопрос В одном из своих видео Посвященный вопросам и ответам Еще я завел телеграм-канал Пусть будет, не знаю пока для чего Возможно буду пока дублировать туда ленту Из своих видео, которые я создаю Также я завел группу в телеграм Где можно будет, наверное, общаться в будущем Если вам интересно, подписывайтесь, посмотрим Ну то есть я завел паблик и завел группу Паблик для моих публикаций А группа для ваших публикаций в том числе Сегодня у меня в студии снова мук Не так давно я делал обзор на мук Субгармоникон И вот сегодня у меня в студии Интереснейший синтезатор мук грандмазер Это семимодуляр, то есть полумодульный Аналоговый синтезатор Который был создан компанией мук Не так давно, но с оглядкой на прошлое Что же это значит? Это значит то, что эти модули Которые здесь присутствуют Они были созданы на основе Тех модулей, которые были изначально у мук В модульном синтезаторе Это был не евро-рек Это был такой свой формат По-моему 5U Он так назывался Там были не маленькие джеки А такие 6.3, знаете, да Как стандартный, короче, джек там был И модули эти выкрутить тут нельзя Они находятся как единая панель Просто разграничены вот так цветами Для того, чтобы мы понимали, где что находится Далеко не уходя Сразу скажу, что здесь разъемы Находятся прямо в самом модуле И вы, когда коммутируете Понимаете причинно-следственную связь Что, зачем, куда В отличие от того же Субгармоникона, где патч-панель Располагалась вот справа Там нужно читать И понимать, откуда идет связь Здесь же Все удобно и наглядно И понятно То есть для новичков Будет суперудобно Этот синтезатор можно использовать автономно Он уже готов к использованию Можно делать патчи Настраивать роутинг Уже непосредственно сверху На патч-панели Можно уже играть вот так, как есть Также его можно использовать Как внешний аудио-аналоговый процессор У него есть Spring Reverb Настоящая пружина Находится в этом синтезаторе Внутри И можно обработать Вот этой вот Spring Reverb Этим можно обработать Любой сигнал, который вы на него подадите То есть тем самым Обогатить Аналоговым звучанием Любой ваш инструмент Это интересно Также у него есть зона С секвенсором И арпеджиратором Но это очень простой модуль Он даже немножко чем-то неудобен По крайней мере для меня Но у него есть На задней панели Входы и выходы Для синхронизации По клоку С другими устройствами И также можно его использовать Клавиатуру Для того, чтобы играть На ваших других синтезаторах Модульных Там или не модульных По USB Также можно соединить его С любой давкой Там Ableton Live Для людей, кто любит играть На клавишах Это будет большим удовольствием Потому что клавиши Полноразмерные Они очень качественно сделаны И это не какие-то маленькие клавиши Где придется Как-то себя ущемлять В этом Если вы привыкли играть На полноразмерной клавиатуре То для вас будет Огромным преимуществом Компания MOOC Известна тем Что она выпускала синтезаторы Еще далеко В 70-е годы Была одним из начальников Синтезаторостроения И если мне память не изменяет Именно MOOC Приделал клавиатуру К синтезатору Для того, чтобы популяризировать Синтезаторы для музыкантов И это удалось им сделать Потому что изначально Синтезаторы выглядели вот так То есть Не нужна была клавиатура Но вот этот ход конем Когда клавиатуру приделывают К синтезатору С возможностью Воспроизводить Высоту ноты Дало Какую-то коммерциализацию Что ли Синтезу Этого из истории Уже не вычеркнешь MOOC Grandmother Это довольно современный Синтезатор Кстати Кто знает Почему они Используют Вот эту материнскую тему Mother 32 Grandmother Матриарх Есть у них Такой синтезатор Более новый Который выглядит Точно так же Но он там имеет Чуть больше осцилляторов У него есть Цифровой дилей Заместо вот этого Spring Reverb Если вы знаете Напишите Потому что Мне не удалось найти информацию Об этом Может быть я мало копал Но тем не менее Будет круто Если вы знаете И напишите Об этом в комментариях Изначально Grandmother Выглядел Вот так цветным Потом добавили Еще черную версию Где модули Не были Вот так разграничены И мне изначально Понравилась черная версия Но когда я Побольше изучил Этот синтезатор Я понял Что вот эти цвета Придают ему Определенный характер Визуальный И когда в студии Вы смотрите на устройство Вот эти вот Grandmother Матриарх Тоже имеет такие цвета Они выделяются Среди всех И это помогает Их идентифицировать В куче других Синтезаторов Так что думаю Что цветная версия Более идентична Ну и для любителей И такого Аскетичного стиля Они выпустили Черную версию И она очень красивая Также напишите в комментариях Какая версия Вам нравится больше Цветная С разделением модулей На части Или черный Этот синтезатор Весит Где-то 7 килограмм Даже по-моему Чуть больше Это очень тяжелый Синтезатор Он выполнен из металла Вот эти боковинки Вроде пластиковые Но само основание Металлическое Именно поэтому Он наверное Столько и весит Для любителей Носить компактный Ситап С собой на сцену Я думаю Что он вряд ли подойдет Но если вдруг Вы Зафанатеете От него И он станет Вашим основным инструментом Думаю Что и это можно Сегодня в течение видео Мы постараемся Ответить на основной вопрос Есть ли смысл его покупать Потому как Это очень простой синтезатор И я сразу хочу сказать Что если бы Меня попросили Кого-то научить Субтрактивному синтезу А это субтрактивный Синтезатор То Лучше наверное Не придумаешь Синтезатор Для того Чтобы объяснить Какой модуль Для чего нужен И как он взаимодействует С другими Как цепочку выстроить Для субтрактивного синтеза Я считаю Что этот синтезатор Здорово подходит Начинающим Только тем начинающим Которые уже Понимают Что они готовы Потратить определенную сумму На такой дорогой инструмент И да Он очень здорово Дружит с Еврореком Потому что В отличие от старых Могов Которые были Изначально Он выполнен В формате Еврорек Вот эти вот Джеки Три с половиной Отлично коннектятся Не нужны никакие переходники По напряжению То есть Это абсолютно Готовое решение Для внедрения В вашу Еврорек Систему Если вы того хотите Ну что же Давайте перейдем К практической части Я расскажу Что тут за модули Присутствуют Покажу Как он звучит И немного расскажу О том Как с ним работать Внутри этого синтезатора Присутствует Здоровенная пружина Это Спринг-реверб Его управление Расположено здесь Этот спринг-реверб Придает характерное Звучание Этому Синтезатору Грэнмазер Грэнмазер Это бабушка Бабуля Возможно За спринг-реверб Они так назвали В общем-то Я не знаю В левой части Расположен Арпеджиатор И секвенсор Здесь есть Определенная Кнопка Рейт Но это Что-то типа Темпа И когда мы Например Активируем Секвенсор Нужно Задержать Hold Нажать Play И например Все эти модули Они разделены По смыслам В данной секции Находятся Основные осцилляторы Их два Первый и второй Несколько различных волн Их синхронизация Точнее Здесь можно расстроить Либо синхронизировать По частоте В этом синхронизаторе Присутствует Треугольная Волна В отличии от Субгармоникона Например Которая была у меня На канале Для меня Это большой плюс Потому что Я обожаю Как звучит Треугольник Очень мягко Это зона С миксером То есть Первый осциллятор Его громкость Второй И также Здесь присутствует Нойз генератора Можно контролировать Сколько вы хотите Добавить По громкости Первого и второго Осциллятора Либо Нойза Вот этот тот самый Аналоговый фильтр От компании Мук Он уникален По-своему Огибающая Атака Дикей И релиз И LFO Здесь называется Этот модуль Modulation Но в общем-то Здесь есть Низкочастотный осциллятор Который подает Свою волну На питч На катов На пульс Одной из волн И его В общем-то Форма волны Например Сейчас мы подадим Максимально Вот такую Быструю волну На катов Чтобы вы поняли Как это работает И теперь Например На пищ Здорово На самом деле Сделали сделать Немножко Расстройку Печа Чтобы Систент Чуть-чуть Плыл И не строил Тем самым Мы будем Напоминать Звучание Старинных Синтезаторов Которые плыли По Построю И Звук Которых Нам очень нравится Про Про Что я еще не сказал Ну тут есть Значит Модуль С Громкостью Это Амплифайр И модуль Утилиты Он сейчас Никак не задействован Но на нем Присутствует Еще один Фильтр Хайпас Фильтр Который Отрезает Только Низкие Частоты И Аттенюатор Который Может быть Отрицательным Или положительным Также для того Чтобы использовать Например ЛФО Не на Полностью Можно через Эттенюатор Его Пропустить И Снизить Или Значит Развернуть Эту волну В обратную Сторону Все эти Модули Они Были Созданы Вдохновляясь Модулями Которые Ну точнее Не то чтобы Вдохновляясь А наверное Заимствовая Какие-то Компоненты Хотя я уверен Что Наверняка Прямо именно Тех компонентов Уже в природе Не существует Но Компания Мук утверждает Что Эти модули Были Созданы На основе Тех самых Модулей Те модули Назывались 901 902 903 911 Я не помню Как конкретно Какой модуль Называется Но я думаю Что вы поняли О чем идет Речь В мануале Для этого Синтезатора Присутствует Очень много Интересных Патчей Которые Выглядят Вот так Вы можете Повдохновляться Уже Какими-то Готовыми Настройками И Понастраивать Ваш Синтезатор Для того Чтобы он звучал Как вам Хочется И сейчас Мы попробуем Сделать Несколько Этих Патчей Также Я еще Скачал Дополнительные Патчи С сайта Мук Которые Определенным Образом Называются И мы Посмотрим Как Синтезатор Синтезатор Может Звучать Но Скорее Всего Там Патчи Будут Экспериментальны Потому Что Классическое Звучание Можно Настроить Без Патч Проводов Ну а Какие-то Интересные Модуляции Конечно Нужно Патчить Уже Непосредственно Делать Коммутацию И роутинг Этих Модулей Иначе Синтезатор Продолжение следует... Продолжение следует... Когда на просторах интернета я читаю Люди пишут про синтезаторы, группбоксы Или какие-то устройства музыкальные Называя их железками У меня в голове всегда воспроизводится Примерно вот такой синтезатор Потому что он Мало того, что он состоит Действительно из железа Но этим похвастаться может Любой из группбоксов Например, тот же Электрон Но в нем на самом деле Существует железная пружина Через которую проходит звук В нем присутствуют Аналоговые осцилляторы Аналоговый шикарный фильтр Я считаю, что железкой Должны называться Именно вот такие устройства Там можно назвать как угодно Драм-машина Там, не знаю Синтезатор Или что-то типа того Когда ты говоришь Что ты играешь на железках Думаю, что вот Подходящее устройство Для этого определения Именно вот такие устройства Как Moog Grandmother Давайте поговорим о его преимуществах Первое преимущество Конечно же Это звук И Moog Фильтр Который здесь присутствует Это нереально очень крутое Мягкое Такое звучание Характерное Плюс Spring Reverb Который здесь присутствует Дает этому инструменту Настоящий характер Компания Moog Это компания с историей И если вы покупаете Moog То вы покупаете Определенного качества инструмент И этот инструмент Соответствует этому качеству Я думаю, что многие хотели бы Наверное себе В студию заполучить Moog Только для того Чтобы иметь Вот этот самый фильтр И иногда использовать Для своих крутых басовых партий К каким-то отрицательным сторонам Я бы отнес Конечно же Размер Потому что Устройство не совсем универсальное Скорее всего Он займет в студии много места Он тяжеленный Но если для вас размер ок То можно в принципе С этим смириться Также к отрицательным моментам Можно отнести То, что он очень простой То есть для любителей Которые хотят Покоммутировать Какие-то интересные ходы Разбираться в какой-то инженерии Вы на этом синтезаторе Будет немного скучновато То есть Ну, конечно Тут можно многое что делать Интересное Но все равно Он немного ограничен Ввиду того Что модули Простые Для кого-то это будет плюсом Для кого-то это будет минусом Я изначально думал Что это будет минусом Но когда Устройство попало ко мне Я понимаю Что на нем очень просто Что-то запатчить И не раздумывая То есть Каким-то образом Таким на подсознании И это В принципе Тоже можно к плюсу отнести То есть Ну, здесь каждый для себя Сам выберет Плюс это или минус Изначально, да Его цена Условно Он стоит 100 тысяч Да Но если посчитать Здесь присутствует Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Девять модулей И если Допустим 100 тысяч поделить на 9 Это примерно Там 10 с копейками За один модуль Как вы думаете Дорого это или нет Те, кто собирает Еврорекс систему Прекрасно знают Что за 10 тысяч рублей Можно купить Какой-то дешевый модуль Или на вторичке Какой-то модуль Это может быть Какой-то утилита Какая-то может быть Фильтр там Недорогой Но классный осциллятор Сдвоенный, например За 10 тысяч Очень сложно купить Также Муговский фильтр По-моему Не буду врать Но по-моему Отдельно нет возможности Его купить Может быть какие-то клоны Или копии есть Но прям Муговский фильтр Еврорекс Я встречал То есть даже если предположить Что каждый модуль Стоит по 10 тысяч С копейками То клавиатура Достается в подарок Инструмент уже собранный В нем есть определенная слаженность По тому, как его настраивать Он уже может звучать Так что вот так Я думаю, что это недорого Это равноценно тому Чтобы если вы собирали модуляр С другой стороны И вы можете там собрать Какие-то индивидуальные Для вас модули Но скажу честно Этот путь он интересен Но он иногда может завести В какую-то немузыкальную сторону Потому что Придумать инструмент Очень сложно Для меня было большим удивлением На самом деле То, что этот На листочке Очень простой синт На практике Казался очень крутой машиной По звучанию И удобной по использованию Ну за исключением Только размера Для меня это конечно большой минус Но даже этим минусом Я готов пожертвовать И этот синтезатор Отсюда никуда не уедет Я его себе оставляю И в ближайшее время Буду записывать музыку на нем Мне он очень понравился Ну а вам я надеюсь Понравился мой обзор Не забудьте подписаться Если еще этого не сделали И до скорой встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok